Программа выходит за поддержкой фирмы Мегатранс, официального импортера автомобилей Самант. Страховый партнер программы Бардачок – Харьковская муниципальная страховая компания. Мы повертаем вытраченные деньги. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите очередной выпуск программы для автомобилистов Бардачок. И на ваших охранах снова я, Александр Трепетин. Сегодня начну с хорошей новости от ГАИ. Наша любимая госавтоинспекция разрешила водителям не делать того, что они и так делать были не обязаны. Речь идет об оплате штрафа за нарушение ПДД. Как известно, надеюсь, большинство автомобилистов, штраф за нарушение правил нужно оплатить в течение 15 дней с даты нарушения. Если просрочить, то сумма штрафа вырастает вдвое, и тогда автовладельцу уже приходится иметь дело с государственной исполнительной службой. Так, по закону. В реальности все немного интереснее. Законопослушный автомобилист, оплатив штраф вовремя, все равно рискует пообщаться с госисполнителем, причем в самый неподходящий момент. На посту ГАИ его остановит инспектор и предложит расстаться с машиной. Система рубеж, которая работает на большинстве стационарных постов ДПС, распознает по номеру автомобиля, находящийся в розыске, исполнительной службой как автодолжников. Машину забирают на штрафплощадку, а водителю предстоит захватывающий квест. Найди виноватого и верни машину. Даже если водитель штрафы все давно оплатил, ему все равно такое приключение грозит. Объяснение простое. Если админпрактик районного ГАИ не получил квитанцию по плате, то по истечении 15 дней с даты составления протокола он автоматически передает дело в исполнительную службу. А дальше арест на имущество должника, в данном случае автомобиль, и до встречи на штрафплощадке. Как ни странно, виноват в таком не админпрактик ГАИ, а госисполнитель. По закону, прежде чем возбуждать исполнительное производство, он обязан убедиться в наличии долга. А будет такое подтвердиться, обязан обратить взыскание в первую очередь на финансы должника, банковские счета, зарплату и прочие денежные поступления. Однако исполнители таким не заморачиваются. Бац, и арест на автомобиль. А дальше пусть у гражданина голова болит, и пусть он доказывает, что не верблюд. Увы, избежать подобного можно было только одним способом. Сразу после оплаты штрафа лично явиться в ГАИ с копией квитанции. Ни один закон не обязывал гражданина так поступать. Но закон законом, а реальность вот она. Система рубеж и штрафплощадка. Однако теперь, по информации главного департамента ГАИ, все изменится. Информация о плате штрафа отныне автоматически будет попадать из госказначейства, получившего деньги, в базу данных ГАИ. И уже никуда копию оплаты носить не нужно. Ура, ура, да здравствует здравый смысл и современные технологии. Погодите, коллеги-автомобилисты, рано радуетесь. Чтобы сказка стала былью, нужно квитанцию правильно заполнить. Иначе никакого автоматического зачета штрафа. Итак, внимание, запоминайте. В бланке банковской квитанции, помимо реквизитов районного подразделения госказначейства и данных самого платильщика-нарушителя, нужно указать вот таким манером следующее. В графе назначения платежа аккуратно и разборчиво указывайте код платежа вместе со спецсимволами. 2108-13-00. Это как раз код оплаты штрафа за нарушение ПДД. Дальше после точки запятой серия протокола, который составил на вас инспектор ДПС. И опять после точки запятой номер того самого протокола. Затем снова после точки запятой фамилия, имя, отчество нарушителя. Если этого не сделать или ошибиться в цифрах, вышеописанный квест с поисками госисполнительного и вызволением машины со штрафплощадки очень вероятен. Вот такая у нашей госавтоинспекции бухгалтерия. У работников ГАИ сейчас напряженные деньки. Потоки отпускников, тянущиеся на юг, заполнили трассы. Что называется страда. Поведение на дороге наших гостей из России и Белоруссии образцовым вряд ли назвать можно. Но тот факт, что госавтоинспекция в сотрудничестве с дорожниками отнюдь не облегчает им путешествие, отрицать мало кто будет. И вот отличный пример. Выйд из Харькова в сторону Песочина. Многие транзитники именно здесь съезжают на окружную, чтобы дальше попасть на Симферопольскую трассу. С недавних пор специально для гостей города коммунальное предприятие «Сигнал» по согласованию с ГАИ подготовила сюрприз. Знак 551 – указатель направлений, который подсказывает водителям, как именно нужно попасть на ту самую Симферопольскую трассу. Подсказывает он, конечно, верно, не придерешься. Следует с разворота заехать на мост и далее по окружной. Вот только стоит он за тем местом, где следует сворачивать направо. Хорошо, что местные на знаки внимания не обращают, как ездили, так и ездят. Привычно уходя вправо именно там, где нужно. А вот приезжие. Все водители знают, что указатели ставятся всегда перед перекрестком или поворотом. Ну, это как минимум требование здравого смысла, а как максимум действующего в Украине стандарта. А вот харьковские специалисты, похоже, ни с тем, ни с другим не дружат. Указатель, показывающий направление движения, стоит за пересечением, на котором и нужно совершить маневр. Причем стоит так указатель с недавних пор. До этого еще весной, если мне не изменяет мой склероз, вроде как стоял перед поворотом. Зачем и кому нужно было переносить указатель – вопрос риторический. А вот почему перед съездом с дороги поставлен этот значок – абсолютно непонятно. Предписывающий знак движения прямо и направо обязывает водителя ехать или прямо, или направо. А разве здесь можно еще куда-то? Вроде как конфигурация дороги другие направления движения не предусматривает. Так зачем же знак – загадка. Но вернемся к указателям направлений. Логично мыслящий водитель, незнакомый с особенностью данной развязки, увидев указатель, попытается повернуть направо за ним. Понятно, что там ему вряд ли обрадуются. Да и трудно это сделать физически. Так проезжая часть тут устроена. Однако некоторые все же умудряются. И по информации моих коллег-автомобилистов, там его и принимают. С распростертыми объятиями инспектора ДПС. Да, понимаю, вроде как поехал против шерсти. Опасно и неправильно. Но ведь формально, повернув здесь направо, водитель ничего не нарушает. Знака, запрещающего право поворот, здесь нет. Поэтому наказывать такого водителя не за что. Вот такая эпидерсия получается со знаками. Событие мировой автомобильной жизни, которое, к сожалению, никак не затрагивает Украину, прошло в середине июля в Великобритании. Называется оно «Фестиваль скорости в Гудвуде». Фестиваль скорости в Гудвуде проводится с 1993 года под патронажем Лорда Марча, 10-го герцога Ричмонда. Он не только владелец этой земли, но и председатель британского клуба автомобильных гонок. Когда-то давно, в начале прошлого века, в этих местах существовала популярная гоночная трасса. Теперь здесь проходит одно из самых престижных мировых автошоу. 20-й Гудвудский фестиваль, как и все предыдущие, проводится в течение четырех дней, во время которых многочисленные зрители, в этом году 196 тысяч, могут увидеть знаменитые автомобили прошлого, настоящего и будущего. И не просто рассматривать интересную технику на площадках, а видеть ее в движении. В рамках фестиваля проводятся всевозможные автосоревнования, от гонок на ускорение до ралли. С тех пор, как был упразднен Лондонский международный автосалон, именно Гудвуд считается автомобильной столицей Великобритании. Неудивительно, что мировые автобренды с радостью используют фестиваль для демонстрации собственных достижений. В нынешнем году главным участником, ну и спонсором по совместительству, стала фирма Porsche, с размахом отмечавшая полувековой юбилей своей модели 911. Помимо представленных 911-х, всех поколений модификаций посетителей встречала монументальная композиция, подчеркивающая устремление компании Porsche. Чуть скромнее, но тоже с размахом праздновала свой столетний юбилей компания Aston Martin. Отмечала на фестивале свой день рождения фирмы McLaren. В качестве юбилейного подарка самой себе она показала суперкар McLaren P1. Показала не как выставочный экспонат, а в деле на гоночной трассе. Вообще, Гудвудский фестиваль по количеству участвующих в нем суперкаров не имеет конкурентов. Организаторы даже не взялись подсчитать общую стоимость показанных авто. Видимо, калькулятор не справился с количеством нулей. Ведь показывали не только новые машины, но и антикварные, которые дорого стоили уже в свое время. Здесь отличился торговый дом Cartier, который продемонстрировал собственную суперколлекцию Стиль Делюкс. Кстати, на фестивале проводится и аукцион для поклонников автостарины. В этом году на аукционе установлен новый рекорд. Гоночный Mercedes V196 54 года, который был продан за 22 миллиона 700 тысяч евро. Как уже было сказано, представленные суперкары еще и ездили. Ездили быстро, поэтому случались и аварии. К счастью, страдало в них только железо, пусть и очень дорогое. Субтитры сделал DimaTorzok Я продолжаю рассказ о 12-м юбилейном фестивале скорости в Гудвуде. Пожалуй, это единственное место, где зрители могут видеть паддоки команд Формулы-1 вне мирового чемпионата. Восемь команд открыли свои секреты болельщикам в Гудвуде. Гости фестиваля не только могли наблюдать суперболиды в боксах, но и видеть их, так сказать, в движении. А еще общаться со своими кумирами-гонщиками. Как действующими, так и чемпионами прошлых лет. Ну и, конечно же, заводские формульные команды не могли упустить такой случай для рекламы продукции титульного спонсора. Например, именно так поступила команда Феррари. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще одно массовое явление на Гудвудске. В этом году чемпионат мира по ралли также отмечает юбилей 40 лет. Поэтому среди экспонатов хватало уникальных машин, участвовавших в мировом первенстве в разные годы. Специально для таких опто организаторы устроили лесное ралли, где зрители могли увидеть, на что способна подобная техника. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Гоночная трасса, огороженная непривычными горами старых покрышек и отбойниками из соломы, как и 80 лет назад, позволила участникам фестиваля показать все, на что способна их техника. На старт помимо автомобилей выходили мотоциклы, но больше всего внимания зрители привлекали не серийные валиды, а уникальные разработки небольших тюнинговых фирм. Например, вот такой Ford Transit, который не зря носит надпись «Супервэн». Усилиями энтузиастам удалось стандартный фургон превратить в среднемоторный гоночный авто. Трасса, конечно, для такого монстра тесновата, но потенциал, что называется, в видеоневооруженным глазами. Еще несколько слов о неподвижных экспонатах. Среди массы суперкара в антикварной технике выделялось два необычных авто. Это рекордные машины, построенные специально для покорения порога максимально возможной скорости для наземного транспорта. Свою они отъездили еще в первой половине прошлого века, но, согласитесь, впечатляют и сейчас. К сожалению, в 1.2 сюжета невозможно уложить всю массу информации и эмоций 22 фестиваля скорости в Гудвуде. Это тот самый случай, когда лучше один раз увидеть все это действие живьем. Поэтому, если у вас, уважаемые телезрители, возможность попасть в Англию появится в следующем году, обязательно постарайтесь попасть в Гудвуд на следующий 21 фестиваль. Массу позитива и драйва гарантируем. Вот и все на сегодня. Очередной выпуск «Бардачка» подошел к концу, и мы расстаемся, как обычно, на неделю. Не забудьте включить ваш телевизор на наш канал в это же время. Ну а пока я, Александр Трепетин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго, ни гвоздя вам, ни жезла. Редактор субтитров А.Семкин